привет интернет помните в одной из бесед с эдуардом я упоминал индийскую пластинку бобби макферина вот она стоит перед вами и отмечал что довольно неплохо для индийской пластинки она играет ну что значит довольно неплохо для индийской пластинки у меня есть какой-то опыт общения с индийскими пластинками не скажу чтобы их было очень много но и в принципе немало и честно говоря лицензионная музыка записана на индийских пластинках скорее меня удручало чем радовало скажем так качество звука на них оставляло желать лучшего и были проблемы там с виниловой массой вплоть до того что новые пластинки которые я покупал в магазине мелодия не буквально уже вот из магазина ну скажем так выглядели не совсем как новые в общем отношение к индийским пластинкам у меня скорее не сказать чтобы негативное но не самое лучшее тем не менее среди индийских пластинок у меня в моей фонотеке осталось несколько экземпляров мы тогда вот припоминали у нас оказывается с эдуардом на двоих одни и те же пластинки ну как минимум несколько да это вот бобби махферин джон леннон я вот вспомнил что у меня проект тимашин дэвида боу и тоже на индийской пластинки возможно еще что то есть ну как правило это такая музыка которую в принципе нормально послушать и вот на индийских пластинках особо не стремишься найти эту музыку в каких-то других вариантах то есть качество записи и самой пластинки она вполне достаточно для того чтобы слушать эту музыку на индийских пластинках и в принципе получать удовольствие и я тогда же выражал такое недоумение что как ни странно у меня достаточное количество индийских пластинок аутентичных с индийской музыкой которые записаны весьма хорошо которые изданы весьма хорошо я бы даже сказал отлично но я думаю что скорее всего просто не достаток информации если бы через мои руки проходила больше индийских пластинок можно было бы делать уже какие-то достаточно однозначные выводы ну а пока вот так вот конкретно я не могу не себе не вам ответить на то хороши ли индийские пластинки или нет меня вот устраивает бобби макферин вот этот альбом на индийской пластинки он у меня есть но вот когда мы беседовали с эдуардом я размышлял о том что наверное стоит взять дубль но просто для того чтобы он был потому что пластинку я не сильно часто но достаточно регулярно слушаю мало ли что ну а так будет дубль и я как раз думал о том что если уж брать дубль то брать дубль убрать американцы чтобы все было аутентично и что вы думаете как-то не так давно абсолютно спонтанно я заказал себе дубль но почему-то заказал себе голландцы причем когда я заказывал пластинку я вот я был уверен вернее я уже заказал пластинку и вот пока я ее ждал я был уверен что я заказал себе американцы и даже подумал о том что вот придет американец ради интереса по приколу нужно будет сравнить его с индийской пластинкой пришел голландец я расстроился подумал о том что может быть там магазин как-то накосячил выслал мне не ту пластинку полез разбираться выяснилось что нет я видимо вполне осознанно заказал себе голландца не знаю почему американец лежит там до сих пор у них разница буквально там пару евро 2-3 евро вот разница в цене пластинки в одинаковом состоянии ну что поделать ну придется его дышит с голландцем с другой стороны у меня же не обламывает индийская пластинка но будет у меня вот голландский дубль стоять ждать своего часа но я таки не удержался и естественно все равно я сравнил эти пластинки и узнаете мои впечатления они меня не обманули по качеству записи по качеству звука индийская и голландская пластинки мало чем отличаются друг от друга кто-то из вас может сейчас захочет возразить о том что ну так это же простая по записи музыка это же вокалистом записан один голос там нету каких-то музыкальных инструментов я вот с этим не соглашусь потому что да там единственный человек который звучит о сам бобби макферин во-первых во вторых я считаю что его голос это как раз музыкальный инструмент то есть бобби макферин он не поет бобби макферин он играет на своем музыкальном инструменте играет вот на своем голосе мое личное мнение можете его оспаривать и это довольно сложная запись вот конкретно на этом альбоме это довольно сложная запись потому что здесь многоголосие здесь прописано изначально было очень много звуковых дорожек с его голосом от простого пения и вплоть до изображения им гитары с перегрузом все как полагается все прям по роковому фен-шую то есть музыкальный материал он достаточно плотный достаточно сложный это с одной стороны с другой стороны все-таки вокальный материал голосовой материал голос сам по себе его достаточно сложно записать на самом деле это кажется что подумаешь что там голос записать на самом деле это достаточно сложная такая процедура донести голос так чтобы ну вот чтобы голос был голосом но вы понимаете о чем и вот в этом случае на ура справились и голландцы и индусы все оказались молодцы ну что ж пусть в моей фонотеке вот будет теперь еще и голландский пресс может быть когда-нибудь точно также спонтанно там по какому-то наитью я захочу купить американца не знаю зачем потому что удивительным образом на самом деле это не самый мой любимый альбом у бобби макферрин а мне больше нравится скажем ну там его первый альбом а самый пожалуй любимый его альбом это тот где он играет дуэтом с японским виолончелистом йо-йо-ма вот тот прям шикарнейший альбом и вот его у меня как раз на виниле нету и вот как раз именно этот факт меня вот печалит больше всего этот альбом он хороший он хитовый недаром он во всем мире продавался по протяжении многих-многих лет количестве там каком-то безумном количестве экземпляров и он технически достаточно сложный он может быть даже довольно сложный в вокальном плане плане аранжировок но вот почему-то мне больше нравятся те альбомы где бобби макферрин исполняет не поп-музыку ну да он исполняет битлов а чё это не поп-музыка что ли а где он исполняет классические произведения где он импровизирует скажем вот те его другие более серьезные альбомы нравятся мне больше ну вот так получилось вот так вот я воспринимаю бобби макферрин а только сейчас обратил внимание что конверт у индуса такой поюзаный уже потрепанный торцы стерлись конечно если напрямую сравнивать эти два издания то голландец звучит поинтереснее но если не напрямую то в принципе и индус неплохо звучит заметили да как на фоне индийской пластинки богато оформлена голландская тут вам пожалуйста куча информации разной хорошие фотографии в общем все красиво на лицевой стороне конверта тоже полноценный красивый такой фото портрет они его обрезок как у индийца кстати заметил одну интересную особенность вот обратите внимание на звуковые дорожки здесь пять дорожек пять композиций и как они плотненько так с беговой дорожки подходят да то есть каемка совсем узкая а теперь обратите внимание на голландскую пластинку те же самые пять дорожек и что мы видим возле яблока и так же на второй стороне я вот никогда не обращал на это внимание не задумывался у вас есть предположение почему так звучат пластинки как я говорил примерно одинаково я с удовольствием люблю смотреть его концерты к сожалению я не был живьем ни на одном концерте бобби макферина и вот этот факт меня печалит однажды как-то очень давно я запретил бобби макферина умирать по моему это было еще вот в этой самой первой социальной сети для музыкантов которая называлась myspace могу ошибаться но это было очень давно я написал ему об этом и мне кажется он не понял что я имею ввиду но он так вежливо хмыкнул у ответ а конечно же но есть такая мечта как-нибудь попасть на его концерт потому что его концерта само по себе это событие если вы не видели ни разу живьем выступление бобби макферина я рекомендую вам здесь же на ютьюбе найти посмотреть вот это шоу это реально шоу бобби макферин уникальнейший человек мало того что он сам исполняет он заставляет петь песни весь зал он дирижирует залом то есть он весь зал делают таким своим оркестром сопровождения все это очень легкой шутливой форме мне кажется вот бобби макферина был бы прикольным таким собеседником тем человеком с которым хочется просто пообщаться и с таким же удовольствием мне хочется слушать его альбомы в общем если в моей фонотеке будут происходить какие-то там изменения дополнения пополнения бобби макферина я буду держать вас в курсе вот и все мира вам не болейте читайте хорошие умные книги интересные полезные слушайте классную музыку любую какая вам нравится любая музыка которая вам нравится она классная ну и увидимся до новых встреч а а а а а Продолжение следует...